Всем привет! По просьбам трудящихся, решил снять сегодня ролик, посвященный АМ-вещанию. Будем прослушивать АМ-станции при помощи Р-155У. Я сегодня набросал небольшой тут список себе частотного диапазона АМ-вещания. На память его просто так смутно помню. Прошу меня как бы тапками и камнями не кидать. Ну в общем, поехали. Я сразу включу отображение частоты. Я, правда, понимаю, что вряд ли оно так четко отображается. Скорее, по клювикам быстрее будет ориентироваться. Странно. Интересный эффект. При переключении, короче, на частоту кратную, не кратную, а оканчивающуюся на 2 кГц, что-то произошло. Во-первых, инка загорелась как бы двумя символами. Что-то было непонятно. И настройка, в общем-то, длительно прошла. Приемник уже прогрет, если вы обратили внимание на микроэнтерметр. Уже видно, что приемник давно в работе. Все-таки идет засвет инок. Яркость большая. Вообще не очень понять, сколько там вообще высвечивается на этом индикаторе. Сейчас, на самом деле, 1517 кГц. На самом деле, радиоприем такой своеобразный получается за счет вот этого вот динамика. Качество все-таки не очень, потому как был момент, когда я к этому приемнику подключал активный усилитель с динамиком. Сейчас скажу даже, от какой радиостанции. По-моему, если мне не ошибает, как говорится, не ошибает память. Это была... Это был, по-моему, динамик от радиостанции Сейнер. Он же от 838, если я не ошибаюсь, Виола А. У нее используется, значит, активный там усилитель там с динамиком в одном корпусе. И когда я это все дело подсоединял к 155-му П, ну, а не какая разница, в принципе, П, У разница небольшая. Качество звучания было очень такое, неплохое. На данный момент просто усилителем выступает блок УНЧ прибора 2.0. И, само собой, как бы качество немножко прихрамывает. Здесь стоит обычный динамик. Блин, я уже даже забыл, какой он там, 2 ГД какой-то, по-моему, или 1 ГД. То есть там трансформатор и, в общем, всякая канитель. Такое. Звучание зажатое, среднечастотное. Это вообще, как бы, каштановская система. Динамик громкой связи каштана. Этому приемнику нужен все-таки какой-то, я считаю, внешний усилитель. И внешний этот усилитель должен быть достаточно хорошего качества. Тогда радиоприем будет вообще совершенно другой. Я пробовал цеплять к нему усилитель от как же, что назывался. По-моему, какой-то из проигрывателей. В общем, две лампы было всего. 6P14P и еще какая-то там на входе. Ну, то есть, ламповый усилитель, по сути, двухкаскадный. И звучание очень было достойное. Я не помню, от чего этот был усилитель, где-то он лежит у меня. Мне, честно говоря, очень понравилось звучание амплитудных этих радиостанций. Очень достойно звучат. Но, тем не менее, вот даже включаешь как бы этот приемник на наушники, не знаю, конечно, наушники наушникам рознь, понятное дело, но, тем не менее, даже на стандартные советские наушники сколько они там, 50 Ом, сейчас я посмотрю даже, где они тонн-2 или а, Та-56 даже. Вот они, 50 Ом. Очень даже неплохо звучит все это дело. Вообще, АМ у этого приемника шикарный. На мой взгляд. Лучше него звучит только циклоиды. я просто имею возможность сравнить как звучат эти приемники порознь. Я могу смело сказать, что циклоида, конечно, звучит гораздо лучше, чем 155 приемник. Она все-таки обходит его. У меня где-то было на канале видео, где я сравнивал 155 П. конечно, сравнивать было сложно, потому что были как бы неравные условия. Был 155-й с наушниками использован и циклоида была со своим встроенным динамиком работала. То есть, уже неравнозначные условия по спектру сигнала. цикл программ отчитай но все-таки я могу сказать смело, что циклоида очень хорошо звучит. Для приема АМ-станции она просто, конечно, опережает. В каких-то вещах она опережает. Качество звучания было настолько вообще реалистичным, можно было даже воспринять корреспондента как будто сидящего рядом со мной, говорится. Очень живо звучит тот приемник. 155-й имеет свои, конечно, плюсы. На мой взгляд, 155-й. Да вообще в принципе сложно сравнивать эти приемники, они разных эпох. 155-й это вторая как бы как она называется серия, не серия. А циклоида он немножко более новый, поэтому не знаю даже сравнивать ли их вообще возможно ли их сравнивать между собой настолько все-таки разные устройства. Я считаю, что R-155-й опередил свое время, значительно опередил свое время. Этот приемник вообще создавался на базе как бы решений взятых у буржуев, это по-любому. то есть были взяты как бы отдельные какие-то узлы, проработаны схемотехнические всяческие решения, но это был как бы ну я не могу сказать, что это самый первый был приемник с косвенным как бы синтезом. С косвенным синтезом был вообще первее его R-154-2М. Вот он кстати у меня стоит, я про него отдельно сниму еще ролик, он ждет как бы своего часа. Вот этот мой друг. Тоже мне очень нравится аппарат этот. Это все в принципе один и тот же завод хлепал. как бы очень много схожих вообще вещей, очень много схожих решений технических выполнено в этих приемниках. Но скажу так, R-154-ка он затачивался как бы немножко по другие задачи, у него получается больше буквопечатания и как бы телефонным режимом работы менее было отведено как бы не знаю, не то что времени, а просто он рассчитывался немножко по другие задачи, чем R-155-ый. R-155-ый приемник это его последователь. Это такой радиоприемник, который включал в себя и телеррафные режимы, буквопечатания и в тот же момент телефонные режимы работы. Поэтому сравнивать все это как бы сложно. Я не знаю, все равно, что сравнивать в принципе Жигули, Мерседес, я не знаю, там еще даже Деу Ланос, я не знаю, это просто приемники разных эпох. У них совершенно разные задачи. А уж тем более сравнивать их как бы с импортными аппаратами. Все это такие вещи, которые совершенно разные по своим назначениям в первую очередь. Поэтому мы видим то, что мы видим. Каждый радиоприемник, он индивидуален, он имеет свои характеристики, он имеет свои задачи, он имеет свое назначение. за счет этого нам кажется где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Поэтому как бы нужно уметь как бы отличать все эти вещи, нужно понимать их назначение. многие говорят о том, что вот Icom там лучше, вот там то лучше, лучше 155, лучше там еще какого-либо устройства. Но люди даже не понимают, что они сравнивают абсолютно несравниваемые вещи, на мой взгляд. Я не могу сравнивать допустим R155 поэтам или еще там с каким-нибудь новоделом, с каким-то Icom. они даже на другой элементной базе выполнены и по другой схемотехнике. Как можно вообще эти изделия сравнивать? Логичнее сравнивать как бы изделия, которые выполнены и выпущены в одну эпоху, выпущены на одной элементной базе. Ну как-то так. Я думаю, я вас не утомил как бы своими размышлениями. продолжим вернемся как бы к нашим баранам. Послушаем, что у нас вообще в радиоэфире. Кто не знает, я уже многократно как бы в комментариях говорил, для приема вообще в каком-либо диапазоне у меня используется антенна длинный провод. Длиной на приблизительно 25 метров. Как бы ничего такого сверхъестественного. и как показывает практика, прием ведется вообще во всем спектре рабочего диапазона частот приемника. все-таки косяк этого приемника в том, что при увеличении частоты практически не происходит срабатывание перестройки самого блока главного радиоканала. А когда начинаешь снижать частоту, он начинает перестраиваться, подстраиваться. То есть это занимает какое-то время. механи? Пое Such nonsense here ... ping tab 2 3 2 20 20 20 18 23 24 25 Не очень везет на самом деле в плане приема в данном QTH. У меня по крайней мере нет в ближайшем расположении всяких предприятий, которые бы могли вообще помешать приему своими помехами. То есть даже вот такая открытая, казалось бы, антенна, как длинная эта веревка, луч, грубо говоря. То есть она так не хватает помехи и, в общем-то, все достаточно неплохо слышно. Потому как я перебираюсь, допустим, в город, я уже не могу нормально что-либо там принимать. У меня очень много шума. Я не знаю, чем это связано. Может быть, это связано с тем, что очень много светодиодных ламп работает там, или каких-то интернет, как бы устройств, всяких роутеров, свечей, там не пойми чего. Но тем не менее. По крайней мере здесь у меня еще прием не загажен. Я еще могу что-то услышать здесь. Даже на такое устройство, как РУ-155У. А у него, между прочим, чувствительность не сильно высокая. На, вот оно что. Получается. Немножко заедает переключатель килогерцовый. Начинаются вот такие траблы. Так, что у нас там еще есть? Три, два, три, четыре. Послушаем, что там у нас. Три, два, три. 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 так что я сильно далеко полез 3.9 ну вот 3 946 что-то слышно даже 948 4 750-5 4 750-5 4 750-5 неопределенно везет потому что у меня вот этот вот килогерцовый переключатель имеет ослабленную пружину он прям легко так переключается у меня бы уже кровавые мозоли были если бы я использовал стандартный переключатель с не ослабленной пружиной хотя честно говоря я уже привык я многим об этом говорю я очень сильно привык вообще к таким вещам так что Тут же телерапма слает Это очень узкая полоса включена Очень хорошо даже слышно Получается 5,914 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сигналы ломовые сегодня Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 прибор чуть зашкал не уходит уровне сигнала конечно 9 530 частота и 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 9570 11 мегагерц сейчас включу 12 мегагерц сейчас включу 13 мегагерц 13 600 начнем 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 14 600 начнем 14 600 начнем 14 600 начнем 14 600 6 600 40 40 40 40 40 40 40 40 40 17550 17550 17550 Чувствуется и помех уже много. Тут уже особо нечего слушать, расхода нет. Вернемся на 1,5 мГц. 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 Вернемся на 1,5 мГц.